Всем привет! Вы знаете, что уже сегодня у нас последнее занятие с курса по развитию лидерских качеств. Сегодня наше занятие будет посвящено тому, как писать проекты. Это молодежная организация людей с ограниченными возможностями ЖИГЕР. Здесь уже на протяжении пяти лет борются за права и интересы подопечных, создают им условия для независимой и полноценной жизни. Например, сегодня в рамках специального проекта БОТА ребята учат, как стать лидером, даже если у тебя серьезные проблемы со зрением. Все через разбор жизненных ситуаций и игровые сцены. Что вот по вашему взгляду, что такое проекты и зачем они нужны? Кто может мне сказать? Ну почему сразу Маша? Давайте Нурзия, давайте Нурзию спустим. Нурзия, вот как ты думаешь, что такое проекты и для чего вообще мы их пишем? Проекты — это упорядочение информации. Это вот, я бы сказала, одно из занятий, которое помогает людям с ограниченными возможностями реализовать себя как лидеров. Также проходили у нас занятия, направленные на повышение самооценки. Мы учили навыкам, как общаться с людьми. Мы проводили с ними различные игры, благодаря которым они могли раскрыть себя. И эти занятия помогают не зря тем реализовать себя в реальной жизни, реализовать себя в обществе. Помимо семинаров по повышению личностных качеств, подопечные Жигеры посещают занятия по правовой грамотности, изучают иностранные языки, издают программы и пособия для людей с ограниченными возможностями. В Жигер, конкретно, я попала уже очень давно, потому что я знаю, во-первых, то, что здесь работает и моя сестра, и все мои знакомые, все мои друзья здесь работают. И поэтому они меня уже очень давно сюда пригласили. И здесь я много чему научилась новому. Здесь я научилась общению, именно как бы мне здесь интересно. Просто мы проводим время интересно часто вместе. Также мы проводим разные тренинги, разные курсы проходим. Вместе создаем какие-нибудь проекты различные. За время своего существования молодежная организация добилась немалого. Треть обученных здесь юношей и девушек ежегодно трудоустраиваются. Также налажено сотрудничество со многими неправительственными организациями, благотворительными фондами, госучреждениями. За активную помощь людям с ограниченными возможностями Жигер получил новый брайлевский дисплей. Это целое ноу-хау для незрячих признают здесь. Брайлевский дисплей. Устройство вывода, предназначенное для отображения текстовой информации в виде шеститочечных символов азбуки Брайл. Брайлевские дисплеи делают возможным использование современных компьютеров незрячими и слабовидящими людьми. Стоимость одного такого дисплея составляет 1 миллион 300 тысяч тенге. Стратегия государства строится в направлении от социальной защиты к социальной ручке. Макжан Нурлыбаев узнал об организации Жигер еще когда учился в школе для незрячих в Алматы. Нашел здесь не только новых друзей, но и работу. Сначала также, как и многие, посещал местные курсы и семинары. Сейчас обучился работе на брайлевском дисплее и вот уже целый год трудится на должности редактора. Компьютерную грамоту не учили и в школе, но здесь учили пользоваться брайлевским дисплеем. Я закончил школу, пришел сюда, знал этот адрес. У самого было желание обучиться брайлевскому дисплею. Проявил как интерес. Сейчас Макжан учится в Каскеленском колледже на факультете библиотечного дела. Говорит, что больше всего любит читать и книги боготворит. А теперь, благодаря своим навыкам в работе с брайлевским дисплеем, Макжан знакомит с литературными шедеврами и других людей с нарушением зрения. Ведь дисплей дает возможность выпускать специальные книги для незрячих. Есть книги Аксиона «Рассказы»? Есть вот Василий Аксиона «Рассказы» из трех книг. Да, да, да. Мне он не нужен. Вот, все. В какой-то чуть-чуть процент я помогаю таким же, как я, незрячим людям. Позволяем, например, прочитать, да, что никогда не выпускали эти книги по брайлу. А вот наша организация выпускает вот это, да, конечно, радуйство хоть чуть-чуть, какой-то процент помогает. Могут быть, могут быть созданы как? Только, только. Я считаю, что такие занятия нужны, поскольку они помогают самому человеку развиваться. Они нужны всем категориям людей с ограниченными возможностями. Будь тот человек со слабленным слухом, со слабленным зрением, если человек на коляске или любые другие нарушения, ментальные или физические, любые различные нарушения. Дело в том, что когда есть человек с ограниченными возможностями, у него появляются специфичные ситуации и специфичные проблемы. И для того, чтобы с ними разобраться, необходима поддержка посторонняя. А на этих занятиях они не только получают какие-то новые знания и опыт, да, они также, дети, получают поддержку от нас. Может быть, кто-то в частном порядке может подходить, рассказать какую-то конкретную ситуацию, и мы вместе с ним решаем эту ситуацию. В фонде БУТА признают, что государственной поддержки людям с нарушением зрения недостаточно, поэтому и предоставляют как могут дополнительную помощь. Тем более, что незрячие люди, как правило, очень развиты и способны достигать успехов в разных сферах. Просто иногда им надо чуть-чуть помочь. Социальные проекты, которые поступают в фон БУТА, то есть они идут на одобрение отборочного, внешнего отборочного комитета. И после того, как отборочный комитет их одобряет, мы начинаем работать с этой некоммерческой организацией по доработке их социального проекта. И вот проект общественного объединения ЖИГЕР, он был направлен на развитие потенциала молодежи с нарушением зрения. То есть дать им такие навыки, такие необходимые жизненные навыки, которые в будущем помогли бы им трудоустроиться, навыки социализации в общество, которые бы помогли им интегрироваться в общество. Благотворительный фонд БУТА помогает организациям и объединениям людей с ограниченными возможностями по всему Казахстану. Основной своей миссией здесь видят улучшение жизни малообеспеченных казахстанских детей и молодежи, а также их семей через инвестиции в их здоровье, образование и социальное благополучие.